Клим Палкин В 2015 году возникла идея создания учреждений дополнительного образования для детишек, для ребят, чтобы забрать их с улицы. Первый наш опыт был в 2015 году клуб настольного тенниса ТОПС, который действует по сегодняшний день. Создано несколько филиалов. К нам обратились работники администрации детской воспитательной колонии о помощи создания у них секции настольного тенниса. Мы приняли решение помочь, конечно же, привлекли, вернее, был написан проект и отправлен в фонд президентских грантов. Мы получили, наш фонд получил поддержку, были закуплены столы для нас, для игры в настольный теннис и привезены в детскую воспитательную колонию. Тренерская команда стала ездить туда, в детскую воспитательную колонию и тренировать ребят. Конечно же, когда приезжают ребята из клуба туда, в детскую воспитательную колонию, они совместно с ребятами, которые находятся по ту сторону забора, они вместе играют, проводят соревнования. Естественно, это положительным образом сказывается на их социализации, на тех ребятах, которые, к сожалению, переступили закон. Администрация города Архангельска предложила нам вот это помещение. Мы заехали в него, посмотрели. Идея создавать художественную школу даже не было в мыслях никаких. Но у меня в знакомых есть ребята из союза художников, которые предложили, давайте сделаем здесь художественную школу. И вот с этого все пошло. Это точно не бизнес. У меня есть своя работа. Меня на работе теряют. Меня иногда бухгалтерия не может достучаться меня. И я сам понимаю, что я подвожу, бывает, на работе себя, потому что решать много вопросов, конечно же, это интересно. Это трудновато, можно сказать. Но это все решаемо. И внутри, наверное, в каждом человеке живет внутренний какой-то добродетель, который бы хотел идти вперед. Потому что каждый человек, наверное, в определенном возрасте начинает понимать, что не все ради денег можно жить. Антуан Цен-де-Газипюре когда-то сказал, что человек, который стремится именно материально заработать, он находится в тюрьме, в внутренней тюрьме. Потому что это все тлен, это прах. Без другого в душе он не будет существовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова